итак у нас skoda octavia здесь двигатель стоит 1.9 tdi агр но собственно проблема не в этом а есть как оказалось не редкая проблема уходит тормозная жидкость и ничего не помогает то есть я поменял колодки проверил проверил задние колодки нигде не 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 утекает не из самого есть вариант что допустим из главного тормозного вакуумный усилитель в грушу сюда уходит но я проверил каким образом ну вот этот патрубок снял и буквально веточкой туда засунул проверил там сухо через отверстие вот здесь для этого не обязательно снимать главный тормозной а вот через вот это отверстие можно посмотреть что там в середине нет ну собственно нигде не течет но у нас на автомобиле сцепление тоже отсюда с этого же бачка берется и вот здесь если посмотреть на сцепление то оно не сухое и в общем-то со сцеплением есть некоторые трудности бывает что педаль назад нет не отпадает ее нужно с собой немножко подправить ну то есть что необходимо добраться и снять главный тормозной рабочий цилиндр сцепления для этого там есть некоторые нюансы с трубкой которая подходит там специфическая на ней может тоже протекать но у меня она сухая а сам цилиндр весь и уходит ну просто нещадно уже не ниже минимума сейчас хотя доливаю регулярно что необходимо сделать как минимум нужно снять фильтр сверху верхнюю крышку фильтра и нижнюю часть чтобы туда был доступ еще говорят что нужно снять вот эту часть отсоединить вот эту ерунду которая туда сюда ходит это механизм переключения передач нужно или нет я посмотрю но кто-то говорит что еще надо аккумулятор снимать ну от этого я наверно воздержусь думаю что там главное найти доступ а там уже попробуем его открутить и снять и у меня есть ремкомплект я буду менять не на новый у меня есть я купил ремкомплект и попробую отреставрировать рабочий цилиндр сцепления видео об этом ремонт рабочего цилиндра но если он подлежит ремонту он весь пластиковый поэтому посмотрим итак я снял коробку фильтра воздуховод заткнул чтобы туда никакая пыль не попадала ну и вот у нас появляется доступ значит к сейчас покажу вот это есть рабочий цилиндр он прикручен двумя болтами и вот эти тросики переключения передач мешают их мы снимем снимается очень просто вот вот это и есть фиксатор тут такая его нужно поднимаешь очень удобно и снимается вот это вот чуть-чуть вверх приподнимаете пружиночкой раз и снимается ну и все и теперь я его могу просто снять но она никуда не деваться поэтому тут он почему никуда не девается эти оба тросика держится на на крепеже вот тут на трех болтах такая пластина крепежная попробую вот это крепежная пластина вот эти болты три болта откручиваю и тогда эти два тросика просто в сторону отодвинуться и у меня полный доступ будет к цилиндру я его смогу да что еще для того чтобы снять вот эту трубку просто вот этот здесь есть фиксатор трубки с тормозной жидкостью это фиксатор снимаем вот поделит снимаем фиксатор и все теперь трубка вымется туда но мы ее сейчас не вынимаем с нее тормозная жидкость потечет вынимаем и вытягиваем здесь она на на шланге и поднимаем вверх чтоб конец был выше бачка и тогда не будет вытекания тормозной жидкости а сейчас я вот эти три болта откручиваю для того чтобы ну так скажем лучший доступ был мне к тормозному к рабочему цилиндру ну и получается что у нас есть вот доступ к этим болтам 1 и 2 по моему на 13 сейчас или что-то типа того и буду сейчас пытаться их откручивать ну и затем нужно выдернуть еще просто вытаскивается трубку по трубок штуцер с трубкой тормозной жидкости значит смотрите снять оказалось несложно единственное сорвать нужно было подвозить разными видами торцевых ключей ну сорвал трубка снялась из нее почти ничего не вылилось но начал снимать и вот из середины прямо льется моя тормозная жидкость не должна это делать поэтому конечно сюда все уходило но сейчас я буду пытаться все разбирать для того чтобы как-то поставить наверно не все просто с ремкомплектом цилиндры могут быть разными но сейчас буду разбираться именно с этим главным рабочим цилиндром цилиндра ну что же ремонт оказался как бы не сложным единственная деталь которую нужно поменять вот эту резинку она вот такого значит в комплекте были вот эта резинка вот это тут еще несколько резинок на 1 например будет с трубки конечно но резинки разные видимо под разные наборы значит пыльник оказался не такой как здесь поэтому поставлю старый значит как его разбирать вот смотрите здесь такая прижимная пластинка которая прижимает пыльник и крепеж собственно пыльник и крышку под ним смотрите получается что ну что же как я говорил я у них разная конструкция это фта вот такая конструкция показываю как его собирают корпус помыл помыл прямом смысле водой горячей водой с мой средством хорошо все отмылось особенной грязи не было только именно тормозная жидкость сюда пружинку дальше как и говорил что это вытаскивается и здесь есть переходная такая крышечка которая будет придавливаться вот она вставляется в резиновую так будет правильно вставляем теперь шток думаю что вот досюда мне кажется и все теперь нужно штоком придавить я предварительно тормозной жидкостью смазал цилиндр для того чтобы вот так заходила не по сухому ну собственно и все теперь удерживаю и ставлю вот эту не удерживаю я надо продеть через пыльник до конца и теперь резинку я вам говорю что вот эту резиночку нужно поставить эта крышечка снимается просто вытаскиваю и меняем резиночку на новую вот эти две резинки это наверное на трубку это не знаю возможно для другой конструкции такой конструкции с вот таким с такой резинкой здесь это ничего не нужно и теперь все просто попадаю фиксирую назад эту шайбу но так чтобы фиксатор заскочил и зафиксировался нужно его туда подать прямо физически засунуть клац и тогда он там застревает показаем такой характер характерный щелчок и тогда плотно клац и клац собственно все теперь у нас есть отремонтированный цилиндр будет лететь я не знаю сейчас будем все это проверять теперь меняю резиночку там должна быть на это наверно сюда она одна или где сейчас посмотрю на коннектор и откручиваю здесь жду пока заполнится цилиндр начнет вытекать потом я закручу и начнет прокачивать но сначала просто откручу чтобы самотеком текло начало прямо вытекать самотеком скорее всего когда-то это начнет делать или сразу начнет прокачивать ну посмотрим все вот как бы я отремонтировал еще немножко это если у вас все в порядке с цилиндром нет загирок и все нормально тогда можно попробовать вот таким образом отремонтировать иначе покупаем новый но это конечно уже в где-то в 15 раз дороже чем просто римкомплект стоил там что-то всем долларов что-то такое все теперь ставлю в обратной последовательности и прокачиваю сцепление думаю что будет лучше чем было итак у меня второй день после первого этапа раскоксовки очистителем карбюратора хайгир я проездил ну километров наверно 5-6 и теперь у меня есть желание проверить получилось что-то нет немного по на высоких проехал поэтому я снял только свечи накала открутил здесь топливные трубки с отсюда сверху не откручивал снизу для того чтобы определить что у меня с компрессией сейчас поставлю так чтобы было видно как бы сам делаю поэтому плохо видно но однако у меня сейчас темновато и сейчас начинаю крутить значит он остановился на вот этой позиции это приблизительно 21 бар ну было 16 я специально начал именно с 3 у меня было 21 20 16 14 ну это я теперь не знаю как на это реагировать честно говоря сейчас перекручу на четвертый ну сейчас все проверю конечно но однако это меня удивило я даже не не совершал ну короче не знаю что произошло